Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рызев. Инфопресс Совсем недавно рекотделение Единой России прославилось тем, что решило научить кировчан лепить партийных снеговиков. И как пишет газета Источник новостей, последователи у учения есть, правда нерадивые. В Амутнинске в Рождество у здания городадминистрации пикет устроил снеговик. Снежная фигура с плакатом «Ушатаем Шаталова за сирот» появилась у здания Амутнинской городской думы с подписью «Комитет снеговиков». Говорят, акция была посвящена деятельности заместителя главы администрации района по социальным вопросам Игоря Шаталова. Однако долго снеговик-пикетчик не простоял, на следующий день его на прежнем месте уже не было. И ведь вполне возможно арестовали за незагласованную акцию. Инфопресс В Кирове же в воскресенье прошел пикет классический. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», 13 января у здания Кировской городской администрации собралось с десяток человек, выступающих против принятого Госдумы в конце декабря закона Димы Яковлева, которым наложен запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США. Участие в пикете приняли представители Народно-демократической партии, Республиканской партии России «Парнас», Движений Солидарности, Народно-демократический союз. Всего около 10 человек. Так или иначе, это мало, как и несколько десятков тысяч, вышедших на Сахарова по этому же поводу в воскресенье в Москве. И думается, с каждой очередной глупостью Госдумы, походы людей на действительно многочисленные организованные акции станут совершенно редкостью, в то время как спонтанных избежать будет все сложнее. Инфопресс В сфере инноваций России действительно впереди всей планеты. Взять хотя бы до сих пор сумрачную будущность школьного медведевского планшетника. Как пишет газета «Бизнес-новости», аккурат к самому концу новогодних каникул пресс-центр области объявил о выпуске в Кировской области универсальных электронных карт. Она, напомню, является собой универсальный носитель информации, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, платежная банковская карта, а также документ, удостоверяющий личность. Правда, пока пользоваться этой картой можно исключительно как пропуском на сайте госуслуг, в остальном ее функционал еще не доработан. Так или иначе, в отличие от тех же коммунальных счетчиков, власти соизволили сделать карту для граждан бесплатной, а это залог того, что заставлять их делать придется только совершенных лентяев. Инфопресс Путь информации от властей до журналистов порой преодолевает немыслимые расстояния и тернии. Однако, к примеру, в Перми теперь это движение будет абсолютно двустороннее. В своем твиттере член общественной палаты Кировской области Николай Пихтин оставил ссылку на материал сайта ура.ру, согласно которому все, что пишут пермские газеты, показывают телеканалы и говорит радио, администрация Крайового центра намерена получать в текущем году каждые полчаса ежедневно и в негораниченном доступе. Стартовая максимальная стоимость предполагаемого госконтракта 360 тысяч рублей. За эти деньги потенциальный подрядчик должен обеспечить все необходимое для такого мониторинга. И брат может быть еще это небольшой, но вырастить на таких щах думается быстро. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Продолжение следует...